Саш, привет. Перед боем против Канады Гелдебекова ты говорил, что раскачался до рекордных для себя 83 килограмм, то есть гонял практически 20 килограмм. Скажи, к этому бою были ли такие же проблемы или меньше гонял, или может быть уже понял систему, как с 83 гонять в 66? Да, действительно, тогда 83 весил, ну в принципе и в этот раз у меня тот же самый вес поднялся сейчас перед боем с Алексеем до 83, также первое, первое, что мы делаем, это набираем силовые качества и как бы опять у меня до 83 прыгнул вес. Но сейчас уже нет проблем гонять? Еще пока непонятно, потому что у меня еще сейчас большой запас, то есть ночь будет бессонная 100%, еще сейчас есть лишний вес. Но я вижу, что улыбаешься, и говорю, скажу, об этом силенке еще есть. Да, силенке есть, да. Опять в бой против Канады вернемся, после него ты обращался к лиге, что не получил бонус за досрочную победу, на что Алексей Яценко президент лиги дал свое объяснение. Скажи, удовлетворил ли тебя такое объяснение или общался с лигой уже, скажем так, в личном диалоге по поводу бонуса? Ну естественно, конечно, я был немножко расстроен, но опять же это критерии лиги, да, и как бы у них, если это был критерий, как бы не мне их менять, как бы, да, но тем не менее, хотелось бы, чтобы в дальнейшем таких инцидентов не было, поскольку это большой стимул для спортсменов, да, получить бонус, да, может быть в дальнейшем и пересмотрят. Ну если у них до этого были такие прецеденты, и они не выплачивали, почему они, да, по сути, должны мне выплатить, да, и как бы он это все объяснил. Ну хотелось бы, чтобы за технический нокаут действительно давали бонус, поскольку это же не просто так у него появились сечки, там кровь из носа от давления, что она пошла, что там, ну от ударов у него рассечения были, как бы, если бы судья бы, может быть, не остановил, возможно, ну, забегая вперед, может быть, я лучший нокаут или лучший бы вечера был бы это, это 10 тысяч долларов, да, а меня лишили и 5, и 10, как бы, да. Саш, ты уже сказал, что бонус это стимул, и тут буквально на днях лига объявила, что сейчас бонус в 50 тысяч долларов. Ты любишь яркую манеру ведения поединков, много амплитудных ударов, ударов ногами. Насколько теперь тебя это стимулирует забрать именно такой бонус? Ну, конечно, это хорошие новости, бонус как в UFC, считай. Большая мотивация, опять же, да. Ну, конечно, все хотят его забрать, этот бонус, да, но самое главное, это победа и выйти без травм. Бонус с бонусом, как бы, уже прилагающая, хорошее прилагающее. Но, опять же, вроде лига сделала, как выплачивается одному спортсмену, да. Если бой вечера делают, зрелище показывают, как бы, справедливо было бы, наверное, по 25. Я думаю, оба бы не расстроились по 25. Если раньше по 10 платили, то сейчас по 25, я думаю, как бы, это справедливо было бы. Потому что, если оба показали, а один получил, как бы, тут немножко несправедливо было, мне кажется. Перейдем непосредственно к твоему противостоянию. Ты получил в сопернике Алексея Полпутникова, он сейчас идет на серии из трех поражений. Удивил ли тебя как-то такой матчмейкинг и как принял бой с Алексеем? Ну, то, что он идет на трех поражениях, я бы, лично мое мнение, как бы, первые два поражения, там очень спорные эти поражения были. А в плане судейства я, на самом деле, думал, что Алексеева дадут в тех боях, когда он с Жмолдаевым, когда с Биммерзаевым, он его ушатал там по клетке, а отдали в итоге им. Поэтому, как бы, эти, то, что он на трех поражениях идет, это его не списывает ни в коем случае. Если других бойцов лигу увольняют после двух поражений, то он уже на трех, как мы говорим, да, идет. И вот его лига держит, и новый контракт дала, потому что он зрелищный, боец его интересно смотреть. Поэтому то, что эти поражения, это ничего не значит. Мы уже заговорили о незавидной серии Алексея, и в чем ты видишь вот проблему этого, что он делает не так? Да, на самом деле, мне кажется, он все правильно делает. Я говорю просто, ну, Стумена, он понятно было, он застоялся, пропустил удар, а по тем двум боям, я говорю, как бы, я предпочтение бы, наверное, Алексею отдал. Я не знаю, как, вроде, всю жизнь в этом спорте, и непонятно, как судьи отдают, кому предпочтение, на самом деле. Есть ли у тебя в голове такая мысль, что Алексей сейчас идет на вот этой незавидной серии, и он себя мотивирует тем, что это может быть его последний шанс в лиге. И вот он выйдет в клетку отдать всего себя. Есть ли у тебя такая мысль в голове? Да, я думаю, на самом деле нет. Мы в каждом бою отдаем себя полностью, выкладываемся на все 100%. Поэтому, потому что в тех боях выкладывался, что в этом, мне кажется, особо не будет какой-то разницы. Как ты думаешь, что тебе даст потенциальная победа в данном поединке в плане твоего продвижения в линии? Или просто очередной бой? Это просто очередной бой. Я, если честно, не задумываюсь, в каком я в рейтинге иду, кто к поясу ближе уже. Мне главное выходить, по мне лично, выходить, показывать красивый, зрелищный бой. Конечно, лучше выигрывать. Но если даже и проиграю, если этот бой за Катя мы на полную катушку, если еще и бонус при этом ворвать, тут сильно и не расстроишься, как говорится. Наверняка слышал новость, что в вашем весе титулный шанс получил Рамазан Кишев. И в интернете начались разговоры, что несправедливо, что он 10-й номер рейтинга и так далее. Наверняка слышал об этом. И скажи свое отношение. Ну, на самом деле Кишев очень хороший боец. Три крайних боя он провел с топами. И всех топов он прошел, как говорится, прошел огонь и воды, и медные трубы. Как он на стойке был, когда он начинал пропускать, спасался и потом бросил руку, сломал. Таких бойцов он прошел, как бы. В принципе, все закономерно. Еще надо, можно идти на серии 6-7 побед, как некоторые ребята в нашем весе есть. Но они не такие зрелищные. Этот парень на слуху он показывает зрелище в каждом бою. Поэтому, почему бы и нет? Все справедливо. Все справедливо, я считаю. Если мы возьмем топов твоей весовой категории, наверное, это одна из самых, если не самая насыщенная весовая категория. Жамалдаев, Амаров, Туменов, Гончаров, Сулейманов, Бемарзаев. С кем из них тебе было бы интереснее подраться? И кто, на твой взгляд, из них самый опасный? Не говорю, что все. Понятно, что все. Ну, если честно, некоторых, ну, Сулейманов, я, если честно, у Сулейманова ни одного боя не видел. Я, как бы, слышал, что он идет на серии 6-ти побед, 7-ми даже. Он уже 7-ми. Ни одного боя не видел. И Гончаров, это парень с моей команды, он тоже яркий ударник, как бы, плюс он в борьбе тоже хорошо защищается. Ну, как бы, мы с одной командой, смысла нам нету, да. Но, опять же, если это титул был бы, я думаю, мы бы отличный бой с ним закатили бы, с Гончаровым тоже. Поскольку он стоит. Это будет последующий ламп, не разговаривайте. Да, ну, мы с одной командой, поэтому пока не хотелось бы. Жамалдаев, я думаю, Жамалдаев он бы тоже. Но, опять же, я говорю, те, кто ударники, то есть мы могли бы красивый, яркий бой закатить. А те, кто борявые, ну, тут уже как пойдет бой. То есть, гипотетически, твой бой с Кишевым, это была бы бомба? Возможно, если бы он тактику не избрал бы одеяло, одеялить, что перевел и держать, как бы, у него... В целом, не его тактика, все равно. Ну, в целом, не его, но если где-то, знаете, если будем на равных или начнет уступать стойки, это 100% сработает инстинкциям сохранения. Перевести и просто проконтролировать, чтобы забрать раунды, как бы, это не секрет. Саша, вернемся к Гончарову. Ты уже сказал, что вы из одной команды. И давай немножко разобьем эту тему. Насколько вообще возможен такой поединок? И разговаривали вы с руководством команды, что вот вы в одном весе поднимаетесь, скажем так, по лесенке наверх. И есть вероятность, что можете столкнуть. Да нет, на самом деле мы даже не разговаривали, потому что Гончаров в рейтинге уже ближе к поясу. Он там какой второй, третий номер, я, если честно, там даже не знаю. А я там не знаю где. Поэтому смысл... Ему просто смысла нет со мной биться. Ему этот бой ничего не даст. В плане того, что если мы, ну, закатить зрелище и, как бы, получить бонус, да, только в этом. А пока, мне кажется, я ему вообще там неинтересен. Да и, в принципе, нам пока смысла нету сводиться, поскольку там есть другие оппоненты, с кем можно еще побиться. Ну, только потенциальный бой за пояс. Да, да, смысл так. И заключительный вопрос. После твоего крайнего поединка кто-то из твоей команды шутил, мол, надо вызвать на бой Марата Балаева. Он в тот вечер выступал с тобой в одном карде и уступил Филиппу Фруесу. Но, знаешь, есть разговоры, что, может быть, Марат вернется. И насколько это актуально и на перспективу просматривал ли ваш бой? Да, я думаю, это тоже пока не актуально, потому что, я говорю, Марат был чемпионом. Он сейчас второй, третий номер, там, если его сейчас, ну, вернуть, как бы, ему я, в принципе, не актуален сейчас. Но, например, Марат возвращается, и Супербой, но возвращается в легкую весовую категорию. Ради, ты знаешь, сейчас набирают обороты Супербои. Готов был бы подняться на 70 килограмм ради боя с ним? Да, конечно, конечно. 70, как бы, блин, наверное, скоро я и перейду в 70, наверное, поскольку, если столько гонять, походу, придется менять категорию. Саш, я тебе желаю легкой сгонки и хорошего яркого боя. Спасибо.